Необходимый технический ремонт. Смотришь постоянно. Все время рискуешь, на каких-то повышенных скоростях ездишь, все равно что-то где-то ломается. За этим нужно следить и не допускать аварий на воде каких-то потом. За несколько минут до заездов водные гонщики приводят свои транспортные средства в надлежащий вид, стараясь именно здесь, на суше, не упустить никаких нюансов. Безопасность превыше всего, говорит каждый из них. Однако в глубине души понимает, именно скорость во время перемещения на воде дарит адреналин и незабываемые эмоции. Каждая из пяти категорий имеет свои технические преимущества. Например, если взять мотор «Вихрь», это класс 500, там есть класс юноши 250, это 205 рабочих кубиков. И, соответственно, корпуса уже под этим мотором корпуса. Корпуса, как вы видели, вот здесь на берегу даже, у нас разные есть, широкие, узкие. В-образный – это один корпус, катамаран – это два корпуса, это другой уже. В 1886 году немецкий ученый Даймлер впервые создал и испытал первый в истории моторный катер мощностью всего 2 лошадиные силы. Время прошло, и сегодня эти машины по скорости и мощности с легкостью могут поспорить с гоночными автомобилями. История водно-моторного спорта в Беларуси началась еще в советское время. Отечественная школа готовила чемпионов для региональных и международных стартов. Однако 90-е годы внесли свои коррективы в развитие этого вида. Из-за постоянной необходимости технического переоснащения и снабжения топливом, а как итог в особом финансировании, о развитии водно-моторного движения пришлось на время забыть. Сегодня этот вид спорта приобретает вторую жизнь и возрождается благодаря ценителям и энтузиастам своего дела. В 2002 году я был одним из первых, кто начал выезжать на соревнования, выезжал на чемпионаты России по водно-моторному спорту. За мной начали подтягиваться люди. В 2006 году, в 2007 году начали проводить первые соревнования под Кубок ДОСАФ. А уже в 2008 году собралась инициативная группа и была создана Федерация водно-моторного спорта. В Бресте была очень сильная школа водно-моторного спорта. Половина сборной Беларуси была из Бреста. Брест очень часто выигрывал Кубок Беларуси. И переходящий Кубок Беларуси остался на постоянном Бресте. В Бресте несколько чемпионов СССР, много призеров чемпионатов СССР. Сейчас мы пытаемся возродить все это с ноги. И начинаем все привлекать детей, покупать технику. На стартовой площадке 28 спортсменов. Кто-то из них пронес свое увлечение через годы. И сегодня с удовольствием бороздит водную гладь. Кто-то в этом направлении новичок и только делает первые шаги. Однако, безусловно, ясно одно. Водно-моторный спорт сегодня получил новую жизнь. А продолжение его развития впереди. Вот это соревнование мы проводим на базе нашей первичной организационной структуры ДОСАФ. Прибрестской объединенной, в данном случае, можно сказать, городской организационной структуры, которая возродилась. И вот она в прошлом году, если вы помните, проводила соревнования клубного характера. Затем открытое районное соревнование. Ну а сегодня мы решили впервые, скажем так, рискнуть и пригласили республику. Надеемся, будем надеяться, что первый блин не будет комом и что у нас все получится.